и всем привет продолжаю проходить компанию за британию на тихом океане во время второй мировой войны в моде самурай спирит на чем мы остановились в прошлом ролике в прошлом ролике мы отбомбились по ударному флоту линкоров японскому не очень удачно бомбились ну и посбивали пару полков торпедоносцев которые несли бомбы к нашей базе в гонконге хотели нам на голову сбросить мы им этого не дали что планируют делать в этой серии в этой серии собственно нужно разобраться с формациями которыми находится в тылу на калькутте как-то их перебросить поближе к линии фронта посмотреть что мы можем еще заказать на производство никаких у нас юнитов не хватает но на скидку здесь дивизион легких крейсеров можно отправить куда-то поближе к театру боевых действий посмотрим или оставим для прикрытия базы их пока пока не будем их трогать здесь модернизированный крейсер находится который вручную модернизировал давай по уме ему то ли зениток то ли артиллерии я не помню ладно эсминцы здесь находятся ну и эскадрильи гидросамолетов эскадрильи я из катарин делаю по одному самолету по одному разведку самолету в принципе это позволяет охватить большую площадь для проведения разведки но у них собственно разведательные функции больше никакие так отправим их куда-нибудь куда-нибудь поближе чтобы они нас охватывали территорию какую-нибудь патрулировали так отправим в кубанк здесь они заправиться и дальше куда-нибудь вот сюда замечательно здесь у нас возвращаются бомбардировщики на базу который неудачно отбомбили сейчас они перее пополнит боекомплект и снова совершат вылет на тот флот линкоров который мы обнаружили в открытом море гидросамолет перезаряжается в течение часа он будет выполнять боезапас не безопас а топлива техническое обслуживание проходить отжимаем паузу этот флот линкоров мы пока не видим где он здесь находится так дивизион транспортов у нас прибыл на базу что он нам привез привез он нам бомбардировщики туда сейчас мы их разгрузим и сформируем из них полк средний бомбардировщиков бафайтер так замечательно кот бар усилили немножечко так а людей они нам не привезли я уже не помню кого я грузил нет людей не привезли дивизион транспортов отправим его обратно на калькуду чтобы он еще кому-то там погрузил загрузил так подводной лодку нас куда следует сингапур в сингапуре у нас что с самолетами здесь три полка истребителей 4 стоит 4 полка истребителей 2 полка бомбардировщиков подводные лодки подводные лодки я тоже формирую по одной но скажем так с целью атмосферности игры для себя я это делаю и они у меня патрулируют море моря и океаны ищут транспорт вражеские вот сейчас мы наверное и отправим этим заниматься так по загрузке не все в порядке торпеды есть до припасы есть топлива есть отправляемые на патрулирование где-нибудь вот здесь пускай ходит а топлива у нас не хватит до топлива не хватит далеко ходить не может хорошо хорошо значит вот здесь пускай власть вот здесь пройдется на этом месте и возвращается на базу так здесь у нас каталина перезарядилась нет до заправилась а нет секунду это не она не она вот она у нас заправилась мы и поднимаем воздух пусть ищет тот флот линкоров куда он делся отправляем ее патрулируйте территорию так где-то у меня еще должны быть развед самолеты такие же производить их только начали у меня план лизу только-только поэтому мне их на вооружении немного стоит не помню куда их отправлял еще полные истребители до базу нужно усиливать как-то нужно усиливать базу посмотрим сейчас через метрополе на все это дело вот у нас все войска развесных гидросамолеты вот одна стоит где-то где она стоит на базе калькутта все значит больше нет у меня зря их искал вот что я думаю собственно этот друг у нас идет куда-то в гонконг идет он в гонконг прыжняком имею ввиду он туда не везет никакие юниты везет он туда видимо боеприпасы что ли нет моряки дабы припасом везет кроме боеприпасов ему стоило бы прикрепить за перевозки кого-нибудь какой полк истребители туда потому что у меня там одна эскадриль истребители осталось вот харекенов допустим мы в гонконг отправим один полк перебросим наверно достаточно этого будет в перспективе еще пол бомбардировщиков наверное мы отправим туда один когда у нас здесь вот построится будет готов 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 еще один полк то есть из калькутты на сингапур и сингапур мы уже будем распределять по необходимым базам так эта формация у нас что с собой везет я уже не помню скорее всего людей везет до солдат до солдат инженеров немножко ну все поехали нажимаем паузу смотрим нарушка нас каталина вражеский флот или нет обнаружила ну там переместился чуть-чуть идет он в хайкову суть по всему наша задача не дать ему дайте до хайкову или дайте по крайней мере в полном составе не дать ему дайте до хайкову поднимаем бомбардировщики воздух и атакуем этих друзей так это где у нас происходит ага видимо союзники американские атакуют базу на ивадзиме японскую здесь вот судя по значку идет бой молодцы время даром не теряет но мы свою очередь будем пытаться нанести потери и в предел своей компетенции сейчас я быстренько расставлю бомбардировщики наши и учитывая опыт прошлого налета мы как-то наверно будем атаковать все таки в линию в этот раз они парами не парами так ну во первых их нужно нужно повернуть в необходимую для нас сторону держим клавишку утром нажимаем колесико мышка кнопку и крутим мышкой куда их так для тех кто не знает бомбить мы будем также больших высот постараясь быть вне досягаемости от зенитного огня так примерно мы их расположим чтобы они друг другу не мешали и кучно не собирались в кучу потому что для зенитчиков стрельба по куче самолетов это просто праздник такой пусть пытаются выцелить наши пары немножко мы растянулись ничего страшного так сдаем высоту и скорость скорость наверно такую и высоту 1730 все начинаем мне очень интересно у него так и не не утонул ни один видимо корабль мы повредили и сменится прошлый раз так на этот раз он другие корабли поставил поставил другие корабля те куда-то убрал линкор ладно в карман линкор он убрал в карман поставил тяжелые крейсеры ну в принципе мы и по ним нормально отбомбимся если повезет поехали так ребятам нам нужно дать команду не снижаться потому что они начинают снижаться у нас автоматически не нравится им такая высота приближаемся к уражескому флоту сейчас нажмем на паузу и раздадим цели кому куда бомбить куда бомбить так они будут двигаться вперед это гадалки не ходи берем упреждение ставим так это сюда или тоже перед ним бомбиться так эти ребята пусть бомбят вот по этому месту я не знаю насколько они вперед продвинутся продвинутся ли вообще или будут стоять на месте возьмем вот эти два корабля в качестве целей назначим так смотрим что у нас получилось должна по идее получиться линия была ну что то примерно так ладно поехали смотрим чем все закончится чем все закончится вражеский флот пока стоит на месте не двигается никуда но сейчас по мере приближения самолетов они начнут совершать некие телодвижения это видим тяжелые крейсеры там легкие крейсеры вижу сатсуки муцуки эсминцы начинают заградительный огонь ставить уже зениток зенитного огня довольно плотный да очень жаль что в прошлый раз мы во время прошлого налета мы не повредили начали движения и бомбим мы куда-то в молоко опять до куда-то в молоко мы бомбим попали так сейчас мы сразу тем кто отбомбился даем команду идти на базу чтобы они здесь не мотались не попадаем не попадаем есть есть но есть небольшие повреждения но не то чтобы хотелось хотя сильное затопление идет тяжелого крейсера нагара и один утонул да хорошо хорошо приложили один тяжелый крейсер утопили 2 идет сильное затопление которое возможно возможно не успеет остановить команда в принципе да результат есть результат есть смотря на то что они сдвинулись пытались маневрировать затопление прибавляется три зенитных орудий вывезено было из строя у него и попадание обширные повреждения по всему корпусу да наверное утонет наверное утонет самолет у нас уходит на базу по идее меня на бомбардировщик не потеряли ни одного самолета ну хоть что-то по сравнению с прошлым налетом это уже результат нет остановили они затопление смотри хитрые какие японские друзья нет нет прибывает прибывает сейчас они из виду пропадут но прежде чем покинуть эту карту дождем немножко может быть он утонет все таки довольно сильное повреждение он получил винт ему повредили хорошо довольно таки высокое затопление высокое затопление пропали они из виду но подождем немножко так они вас надеюсь все все отступают да часть моих самолетов повреждено немного дым идет но это все не критично да баз дотянут вскоре время немножко чтобы не ждать тут так продолжим в надежде что утонет немножко подождем прям буквально ладно выходим выходим на карт итак один корабль мы у него утопили можно просто ждать бесконечно не утонул сразу начнет она лишился на одного легкого крейсера это легкий крейсер у него легкого крейсера два самолета но они сами там падают а или они на нем были они были на нем скорее всего так по сериалу моряков 460 солдат которых везет 5000 бойцов 52 человек все потерял перевозят мы скорее всего на транспортах на транспорта бомбить будет по возможности так даем бомбардировщик приказ на базу но еще я думаю пару налетов мы сможем здесь сделать пар налетов мы сделать вполне сможем на этот ударный флот японский я подумал может быть мы на сайгон налетик сделаем у него здесь много кораблей нет самолетов практически два разведчика может быть есть 12 в бангкоке у меня два полка средний бомбардировщиков стоит в принципе если мы их оснастим да давайте на разведку слетаем посмотрим что там творится у него в сайгоне что у него творится в сайгоне пока вот эти бомбардировщики у нас боезапас пополняет сколько они у нас будут 40 минут хорошо мы пока бомбим сайгон так легких крейсеров 3 у него здесь танкеров 13 хорошо по танкерам наверное можно бомбиться эскортный корабль все и самолетов у него здесь ни черта нет солдат 460 ну поехали так сейчас мы наши бомбардировщики расположим здесь в гавани у него корабли стоят суть по всему стоят корабли так где у меня все мои самолеты все что два четыре шесть восемь девять здесь всего то есть они мне тут понесли потери оказывается так не полный полк сейчас мы их расставим быстренько тоже также парами или просто в линию чтобы это было поудобней бомбить также будем с больших высот из-за огня зенитной артиллерии примерно сюда идут тоже поближе выставим высоту где-нибудь 1500 даже повыше 3640 добавим немножко скорости все начинаем битву приказ даем лететь вон туда сюда наверно прямо мини карте тыкнем все я нет по мере приближения мы посмотрим какие цели там есть надо ребят пополнить будет как-то переформировать перетрясти так почему они опять снизились сколько у них высота такая 1500 нет нет не устраивает выше 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 несут они обычные фугасные авиабомбы суда противника пока из виду скрылись из нашего не видно нам их чего он там расставил и выставил по мере приближения увидим вот появились так оставил на судя по всему в линию пока да давайте посмотрим что тут у него происходит это кто эсминцы эсминцы да с ему си выставил эсминцы в линию но эсминцы нас мало интересует по ним бомбить не будем посмотрим сейчас кто у него еще есть это кто это легкий крейсер судя по всему легкий крейсер уже интересней так это тоже легкий крейсер а танкеры я не вижу он их спрятал танкеры он спрятал ладно узнать что бомбимся мы по легким крейсером это такой у нас разведвылет сейчас мы назначим нашим бомбардировщиком цели так примерно наверное супреждением супреждением так этим назначен надеюсь накроет корректируем куда им надо будет бомбить сюда кто-то совсем в бок ушел эсминцы я пока вы вы бомбливать у него не хочу не вижу пока смысла не особая угроза для нас не представляет так вроде все здесь здесь вот сюда мы направим его так примерно так замечательно сопреждением вот этого мы так все пускай бомбят посмотрим сейчас всем назначен цель нет да вроде все смотрим чем закончится данное действие какой будет результат тоже скорее всего двинца не вперед храм виден индийский какой-то диски храм рядом с не вышка с чем-то но по наземным целям будем работать позже так ночные бомбардировки наши все вообще особенно когда истребители у него на базе на базах нет это вообще замечательно самолет наш приближается японцы отстреливаются как могут заходит на цель о чем радостно сообщает в натюгальник пока не попадает что не может не радовать такой заслон из эсминцев сделал так посмотрим куда он что попадет попадет ли вообще пока падает куда-то далеко и слышно это уже ближе начинает уворачиваться вполне успешно но попадает по нему бомбы а еще попадает видимо возникает пожар до пожар и затопление небольшое так на один легкий крейсер нам удалось него повредить на нем вспыхивает пожар поэтому тоже немножко досталось тоже немножко досталось а нет скорее всего досталось ему в прошлый раз то есть один из я до этого делал налет уже сюда 122 возможно вот этот утонет если нам повезет потому что не усиленный пожар в командирской рубки что наверно ему все таки не позволит скоординировать действия экипажа по золотому дыр я очень сильно надеюсь на это вода прибывает и вполне возможно он утонет нет но часто мы точно подождем чем все это закончится дело получает он небольшой крен посмотрим сейчас видно это визуально или нет вроде есть чуть-чуть да есть чуть-чуть крен у него на правый борт пытается зачем-то развернуться к затопление немножко потихонечку увеличивается наши бомбардировщики вышли а мы немножко продолжим подождем может быть утонет увеличив скорость игры может быть утонет интересно кто его видит странно что здесь появился его не видит никто из моих ну что ж нам лучше посмотрим так затопление него потихонечку он постепенно увеличивается пожар потушить они не могут пока пожар пишет слабый но судя по виду не очень слабый так обидно будет если не утонет он нет видим затопление затопление не удалось им ликвидировать до остановить ну а дальше они начнут откачивать воду хаотично крутится на месте странно все таки вот заметно что получает на правый борт небольшой ну ка больше не увеличится на 62 до насадка все золотали они дыры удалось им удалось им сделать так чтобы затопление не увеличивалась золотая пробоина но ничего мы еще вернемся все выходим на стратегический уровень смысла не вижу больше ждать здесь лучше еще раз прилетим так сериал он моряков 30 солдат инженеров 10 или 20 ну так себе налет так себе налетик но главное не давать японцам расслабляться здесь можем поднять второй полк здесь у нас тоже без одной эскадрильи изрядно потрепан 6 бомбардировщиков может стоит его расформировать использовать как донора для того полка бомбардировщиков наверное мы сделаем так расформируем чтобы 6 самолетов у нас находилась в запасе и они будут пополнять вот этот вот вот эту формацию в резерве так вот здесь у нас ребята заправились замечательно но наверное в следующем ролике мы это все дело продолжим поднимем их в воздух и отбомбимся по этому идущему флоту линкоров в принципе на сегодня наверное все здесь у нас потихонечку производится юниты из которых мы сформируем опять же вот отсюда нужно как минимум отправлять два или три полка истребителей куда-нибудь сингапур и далее на гонконг перевозить их бомбардировщиков наверно один полк тоже стоит куда-нибудь отправить вот этот полк зачем здесь нужен во файтеров производится у нас метрополии естественно транспортные самолеты но они будут долго производиться дальних действий бомбардировщики тяжелый ланкастер ну соответственно ба файтеры также каталины юнит у нас производится потихонечку подводная лодка еще одна скоро будет готова но пока никакой угрожающей ситуации я здесь не вижу для наших баз особо угрожающих вот неизвестно куда вот этот флот идет здесь вылезет он либо идет голландцам либо все-таки ко мне голландские транспорт его замечены мотаются здесь и вот этот флот тоже он куда-то он либо в хайко уйдет либо в сайгон коррес его в хайко потому что здесь не у кораблей не очень много но зато у него много здесь самолетов поэтому я не делаю налеты на его базу в хайко бомбардировщику жалко пока так в колумбу у нас чем творится два полка средних бомбардировщиков здесь зачем-то я их сюда отправил истребители можно кстати из колумбы взять будет три формации 2 2 полка истребителей 1 бомбардировщиков погрузить их на транспорт и куда-нибудь отправить тоже сторону сингапура или бангкока но посмотрим все всем спасибо за просмотр и до новых роликов в ближайшее время продолжим